Эти люди точно знают, в чем секрет успешных продаж. Лучшие компании-экспортеры за 23-й год получили свои почетные звания в конкурсе «Экспортер года», который проходит уже 5 лет. Как говорят сами бизнесмены, оборот за рубежом зависит не только от финансовых возможностей предприятия, но и от взаимодействия с иностранными коллегами и качества товаров. Чтобы продукция была лучше, компании работают с коллегами из других областей. Мы работаем с фермерами, с фермерскими хозяйствами Алтайского края, Кемеровская область, Новосибирская, Омская, Красноярский край. То есть вот Сибирский федеральный округ – это, в принципе, куда мы можем дотянуться с учетом собственной логистики наемного транспорта. За прошлый год экспорт Алтайского края составил более 1 миллиарда рублей, а продукция была направлена в 73 зарубежные страны. Главными покупателями стали Китай, Азербайджан, Казахстан и Узбекистан. Из Алтайского края они приобретают пшено, рапс, семена подсолнечника и бобовые культуры. Государство оказывает поддержку компаниям по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство». Конечно же, правительство Алтайского края заинтересовано в том, чтобы и в дальнейшем развивать всемирную внешнеэкономическую деятельность. Для нас в работе это является одним из приоритетов и весь комплекс поддержки, который сегодня существует в нашем регионе и ориентирует на экспортные предприятия, будет продолжаться. Станислав Трифонов и его компания одержали победу в номинации «Прорыв года». Компания производит и экспортирует семена подсолнечника, льна, бобовые культуры и ячмень. За 2023 год объем продаж увеличился в два раза. К примеру, только зерна в Китай отправили 30 тысяч тонн. Для сравнения, в 2022 году экспортировали всего 5 тысяч тонн. Увеличились продажи и за счет бобовых культур, которые очень востребованы в странах Азии. Раньше бобовые культуры шли все с Украины, потом Китай разрешила экспорт. У нас были все документы оформлены, и поэтому мы экспортировали очень много гороха на рынок Китая. Потом еще и чменя. И вот в результате того, что мы еще получили квоты в этом году. В этом году и чмень экспортировали тоже много. Развиваются предприятия не только за счет успешного бизнес-плана и сотрудничества, но и благодаря опытным работникам. Так, например, Олейская компания по переработке зерна заняла второе место в номинации «Экспортер года» среди крупных предприятий. В этом году один из сотрудников завода компании получил награду «Заслуженный работник пищевой и перерабатывающей промышленности Алтайского края». Накануне прошел региональный этап конкурса «Экспортер года». Далее победители смогут поучаствовать на окружном уровне в период с августа по сентябрь. После чемпионы экспорта представят лучшие предприятия региона перед всей страной. Влада Зубкова, Анатолий Фукс. Новости.